Сегодняшняя тема. Губернатор Петербурга отклонила инициативу, порекомендовав решать проблему генетической безопасности продуктов питания для подрастающего поколения на федеральном уровне. В данный момент, по уверениям участников рабочей группы, большая часть депутатов ЗАГСа готова проголосовать за новый закон. Но до этого требуется пройти процедуру преодоления губернаторского вета. Если инициативу направить в Государственную Думу, процесс может затянуться. А пока здоровье петербургских детей участники пресс-конференции предложили поправить с помощью кружки натурального молока. По мнению депутата и главного садовода страны Василия Захарящего, у фермеров Псковской и Новгородской областей достаточно возможностей поставить петербургским школам и детским садам натуральное коровье молоко. Бюджет на будущий год еще не принят и прописать в нем кружку молока для младших школьников еще не поздно, тем более если эту идею поддержит губернатор города. В России в настоящее время разрешены 16 линий, групп генетически модифицированных растений с одинаковыми генетическими признаками, ГМ-культур 6 линий кукурузы, 3 линии сои, 3 линии картофеля, 2 линии риса, 2 линии сахарной свеклы. Несмотря на то, что разрешенных линий немного, добавляются они во многие продукты. ГМ-компоненты встречаются и в хлебобочках, булочных изделиях, в мясных и молочных продуктах. Есть они и в детском питании, но в некоторых регионах, например, в Москве, Нижегородской и Белгородской областях действует запрет на производство и продажу детского питания с ГМО. Источник ntv.ru.